Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о фаворитах. Я прошу прощения заранее, если будет какой-то шум, потому что здесь стройка и они просто оборзели. Оборзели немножко. Очень громко себя ведут. Но видик надо записать, потому что уже потом не будет возможности. Фавориты. Фавориты уход, косметика, книга, парфюмы. Начну с ухода волос. У меня здесь две таких больших банки. Это Шесейда. Шесейда их бюджетная линейка. Недорогие шампуни. Вот так они выглядят. Это шампунь для всей семьи. Супер Майлд. Шампунь и кондиционер. Мы купили их в азиатском магазине. Здесь есть такой район азиатский. Там много корейских магазинов, японских магазинов. Очень крутые шампуни. Крутой шампунь, крутой кондиционер. Всем подходит. И мне, и мужу, и сыну. Очень я довольна. Волосы такие шелковистые с ним. Мягкие, хорошо расчесываются. Долго не грязнятся. В общем, я его чередую. Делаю его или свой любимый кларан. Нравится. Нравится. Хорошая, бюджетная. Ну, как бюджетная. Ну, для такой вот банки огромные. Хорошо. Присмотритесь. Мне очень нравится оно. Дальше. Мой must-have. Кристоф Робин. Кристоф Робин. Соляной скраб для кожи головы. Это вторая баночка у меня. И как раз она у меня появилась перед началом лета. Очень хорошо. Я ей пользуюсь. Летом the best. Очень мне нравится. Раз в неделю я его использую. Раньше использовала часто. И, честно говоря, он сушит волосы. Если раз в неделю, прям хорошо. Можете его самостоятельно использовать. И как шампунь тоже. Но если думаете, что он там не промоет волосы вам, можете сначала помыть голову, а потом уже сделать вот этот вот скраб. Очень хорошо он массирует. Вы массируете вот эти вот частички. Они сначала такие жесткие, а потом они растворяются. Это соль. Растворяются во влаге. Обалденный. Обалденный. Ну, я люблю вообще Кристоф Робен. Робин. Что уж говорить. Я всегда его советую, рекомендую. Мне он очень нравится. Все средства нравятся практически. Которые пробовала. Дальше. Тело. У меня тут два таких любима. Любима. Любимчика. Джеймс Рид. Джеймс Рид это такая марка, которая занимается именно автозагарами. И считается как бы одной такой из самых лучших. Я пробовала автозагар Клоранс. Я пробовала автозагар Сеслей. Я пробовала Дафф автозагар. Кстати, неплохой. Вот Джеймс Рид. Мне нравится. У меня такая вот экспресс-глоу-маск боди. Экспресс-маска для всего тела. Я наношу ее вечером. Можно перед сном, можно перед ужином. Помылась с мочалочкой так хорошо. Вытерлись. Намазались. Я мажусь руками. Не мажусь этими рукавичками. Потом просто мою руки. Тщательно так распределили, чтобы не было нигде пробелов. И я хожу минут пять, просто без всего, чтобы он впитался. Но на самом деле он впитывается вообще мгновенно. Можно сразу практически одеваться. Классное, классное средство. Утром просыпаетесь реально. Ну, как будто вы там нежились где-то на солнышке денек или два. Очень хорошее. Мне нравится. Мне нравится цвет. Вот я сейчас его нанесла. Но у меня уже был немножко загар. Мне нравится цвет. Мне нравится, что оно не так сильно пахнет, как остальные. Конечно, оно пахнет, но когда вы наутро уже его смыли, все. Ничем не пахнет. Вы загорелый. Цвет не рыжий. Цвет не морковный. Крутой. Крутое средство. Очень. И такая же есть у меня слип-маск для лица. То есть маской вы с ней засыпаетесь, просыпаетесь. Уже такая вся... Ну вот, у меня она тоже. Вчера я нанесла и то, и то. Я довольна этой маской. Но знаете, можно купить, в принципе, вот одну вот эту бутылочку и мазать и лицо, и тело. Эффект один и тот же. Я бы рекомендовала, если любите так, ну, такой немножечко загар. Почему нет? Раз в неделю я этим пользуюсь, не чаще. Хорошо распределяется, не смывается. Ну, классно, короче. Мне нравится. Дальше. Лицо. Вот эти пады. Я их уже показывала. Малин энгоец. Тут 50 штук. Но мне кажется, мне положили их намного больше, потому что они у меня никак не заканчиваются. Я их купила, наверное, я уже не знаю даже, сколько месяцев назад. И вот я один раз в неделю их делаю. И вот все они у меня есть и есть и есть. Это пады с кислотой для отшелушивания, для устранения омертвевших вот этих вот кожных клеток, частиц. Я очень довольна. Куплю, наверное, еще или их, или какие-то другие пады. Я не люблю скрабы, я не люблю вот эти вот кислотные скрабы. А тут удобно. Чик-чик-чик. Смыл водичкой прохладной и ты такой весь гладенький, розовый. Мне нравятся они. Филорго. Смело могу сказать, что Филорго Мезомаск это мой фаворит. Мне она очень нравится. Тоже использую ее раз в неделю. Даже можно раз в две недели. Она такая очень мощная. И после нее вот, ну, просто кожа, ну, можно идти покорять мир. Очень классная. Хорошая. Пахнет хорошо. Наношу ее так густо. Ношу ее тоже под глаза. Честно говоря, я ее не наношу. Хотя, можно, говорят, но нет, не наношу. Вот такая вот Филорго Мезомаск. Вот я вижу от нее результат. Многие маски это так себе. Знаете, приятное такое, как бы, время препровождения в этой маске. Вы так кайфуете. А тут прям реально еще и результат. Потом у меня Филорго есть вот такой концентрат. Концентрат, концентрат. Интенсивное увлажнение. Он тоже на кислотах. Вот такой вот гель. Пользуюсь им я уже, наверное, на месяца два. Хороший расход. Хорошо увлажняет. Нравится. Очень нравится. Вот ничего не хочу про него сказать. Ну, и не могу плохого. Все прекрасно. У меня есть вот это еще. Это такой вот роллер из камушка. Как он называется? Господи. Напишу. Ну, у меня бывает, знаете, я сажусь записывать видео, и у меня вылетают слова из головы. Вот с утра чик-чик-чик-чик-чик-чик. Разгоняем кровь, делаем такую гимнастику, массаж вашему лицу. Лицо сразу приобретает такой здоровый оттенок. Ну, и вообще так, он охлаждяет, очень приятно им пользоваться. Вообще-то целая наука. Вот эти роллеры уже с покон веков женщины ими пользуются. Ну, вот сейчас они такие, вошли в моду. Ну, я приобрела себе его в том году. Мне он очень нравится. Даже вот так вот прикладывать к глазам, снимать отечность, как-то охлаждаться. Очень здорово. Можно его держать в холодильнике. На лето это здорово. Дальше, давайте перейдем к косметике. Косметика у меня здесь есть. Тоже. Тача. Я не знаю, правильно я вам его показываю или нет, но если у вас есть возможность познакомиться с этой маркой, обязательно познакомьтесь. По-моему, в России она еще не представлена. Тача японская марка это у меня Силк канва праймер для лица. Вот так он выглядит. Вот такая штука. Вот этой штучкой вы его черпаете оттуда, вот до этой отметки. Распределяете в руках и наносите. Шелковая канва. Бесподобная вещь, закончится обязательно куплю еще одну. Ну, очень хороший праймер, вот серьезно. Он защищает вашу кожу от воздействия окружающих среды. Также он защищает вашу кожу от косметики, потому что иногда мы красимся очень много и такое вот прям конкретное соседство вашей нежной кожи и вот этого всего декоративного безумства. Ну, иногда это гуд, иногда, ну, перебор может быть. А вот с этим оно как бы вот чик, и такая пленочка, такой барьер. Плюс она еще усиливает пигмент вашей косметики. Если вы ее наносите на глаза, у вас тени будут ярче, румянчики будут ярче, более такая вы будете яркой. Дальше. У меня появился вот такой тональный крем Перекона МД, я им очень довольна. Коробочку не выбрасывала, хотела вам показать. Вот так выглядит коробочка No Makeup Foundation в оттенке Tan. Это новый у них оттенок, видите? Вот такая бутылка, ее так встряхивать нужно. Он маслянистый, он жидкий, он с SPF 30. Почему я купила его именно, не шантыкаль? Шантыкаль более холеный, более роскошный. Лето закончится, куплю, наверное, на 5. Но вот на лето мне показалось и оттенок классный мне сейчас подходит, и SPF 30. Очень хороший. Очень хороший, эффект крайне натуралистичный, но тем не менее, лицо выравнивается, лицо с таким, знаете, красивым блеском становится. Я люблю, когда лицо блестит, поэтому мне это идеально подходит. Ну, опять-таки, для любителей такого натурального макияжа. Единственное, но вот этот вот дозатор, который идет, он просто выплевывает. Это достаточно дорогое средство, поэтому я его сняла нафиг и аккуратно капаю себе на руку и вот так потом распределяю. Я все руками крашу. Я не знаю, правильно это или неправильно, мне удобно. Я люблю чувствовать свое лицо, свои все штуки-други. Дальше. Люблю вот это. Люблю, но покупать больше не буду, сейчас объясню почему. Это троечка, палетка от Chanel в оттенке 170, Beige Intense, вот такая. У многих, наверное, она есть. Румяна классная, хайлайтер восхитительный. Вот это для меня слишком сухое. Слишком сухое, если у меня есть какие-то покраснения, если у меня есть какие-то шелушения, все подчеркивает просто на раз, два, три. И пальцами. Мне не нравится, мне нравится залезать пальцами там, в румянах. Но когда нужно еще сюда, все пальцы у тебя и в румянах, и в хайлайтере, и в этом. Ну, в общем, какой-то такой немножечко перебор. Но удобно брать с собой в поездки, удобно, знаете, на скорую руку в машине там даже накраситься. Вполне, вполне может себе пригодиться. тушь Beta Dance Sex. Я стала покупать вот такие миниатюрные тушки. 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 Туши. Потому что, знаете, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но она, мне кажется, более... Вот так она выглядит. Я обожаю. Обожаю эту тушь. Она более свежая. Она медленнее засыхает. И, ну, как-то вот работает лучше. Мне нравится больше покупать теперь маленькие. если есть возможность. Помада. Вот такая у меня помада Clinique. И для них эту помаду, видимо, создал Джонатан Адлер. Это, видимо, какая-то лимитка. Я не знаю, есть она у вас в продаже. Я у нас ее не видела. Мне ее подарили. Оттенок называется 05 Melon Pop. Он сейчас у меня на губах. Я люблю нюдовая помада. Здесь такой красивый карамельно-коралловый нюд. Вот такой у нее сводч. Ну, вот так. Она выглядит кремовая, бархатистая, очень-очень крайне, вот просто крайне комфортная на губах и достаточно стойкая. Я люблю такие помады. Очень ею довольна. Достала на леток опять свой Dior Lip Maximizer. Не знаю, что там он увеличивает, не увеличивает, но сам процесс нанесения, вот цвет, который глянется, он дает губам. Люблю гладкое, ну, не гладкое, как это сказать, голое лицо, когда вообще-то не накрашен, и вот эту вот штучку. Обожаю. Вот как бы вот летом, вот я так, да, хожу. Дальше одна из самых моих любимых вещей, моей косметички, это Шантекаль, вот эти вот румяна в оттенке Happy. Это такие увлажняющие румяна. Они не дают как таковой прям вот яркий цвет, но они дают свечение и увлажняют вашу кожу. Можно на веки, можно на губы, можно как-то вот делать и сюда немножко. Обожаю. Обожаю Шантекаль, просто вот одна из самых чудесных для меня марок косметических. Прекрасная, прекрасная. Дальше, что у нас? Что у нас дальше? Давайте дальше вам покажу вот такую свечку. Я ее внесла фаворитом, потому что, ну, реально заметила, что вот без нее как-то мне вот даже не фаворитится. Сантал 26 от Лилабо. Это алиментированный выпуск вот в такой жестяной баночке. Вы не найдете его, наверное, в их фирменных магазинах. Он выпущен именно для нашего магазина Мекка, для День рождения Мекка, когда мне было 20 лет. Вот такие выпустили они специально для Австралии свечки. Я очень довольна. Божественный, божественный запах. Ароматом просто наполняется все помещение в течение 5 минут. 5 минут все, можно выключать. Ну, просто, знаете, стоит покупать именно дорогие свечи, свечи, потому что, ну, это хорошее вложение. Это ароматерапия, это такой, знаете, хюги, хюги уют. Это, ну, здесь еще запах, конечно, просто какой-то космический. Я зажигаю ее перед приходом гостей, зажигаю ее иногда после прихода гостей, очень люблю. А в обычном как бы формате она продается в таком прозрачном как бы стаканчике. Хорошая, хорошая очень свеча. Дальше книга. Стивен Кинг. Я уже говорила про цикл Стивена Кинга «Темная башня». Мой самый любимый, наверное, у него цикл, самое любимое произведение. И вообще эта книга для меня, ну, бывают такие книги ваши путеводители. Вот она для меня как-то не странно стала каким-то путеводителем. Много очень параллелей, много каких-то схожестей. Я иногда читаю, знаете, эту книгу у меня мурашки по коже бегут, потому что я понимаю, ну, как будто вот это вот для меня, про меня, обо мне. Ну, это удивительное чувство. Я не знаю, как он это делает, как он пишет. Проникает прям в ваш мозг. Это не страшная книга. Ну, как бы, есть, конечно, страшный момент, но не такая страшная, как могли бы быть книги Стивена Кинга. Здесь семь книг. Я прочитала их на одном дыхании. Сейчас это мой, по-моему, третий или четвертый раз. Ну, не знаю, у меня вот период жизни наступает, когда я чувствую, что мне нужна вот какая-то энергия дополнительная. И тогда я беру «Темную башню» и читаю. И все герои «Темные башни» они мои родные. Я всех их обожаю. Еще хочу сказать, что фильм был, ну, недавно он вышел, «Темная башня». Нет, это все совсем другое. Если вы действительно хотите получить удовольствие, прочитайте именно книгу, потому что фильм очень поверхностный и совсем, совсем, совсем не о том. И не надо. Пожалуйста. Ароматы. Ароматов у меня здесь три. Первый аромат «Майкл Корс». Вот такой вот аромат «Майкл Корс». И называется он тоже «Майкл Корс». Это, по-моему, первый самый аромат марки. Это бело-цветочный аромат, крышесносный аромат. Немного похож, ну, даже не немного, действительно он похож на наркотик «Винос» от «Носомата». Ну, здесь более такое все. Не то, что попроще, ну, более понятный, что ли. Но тема та же. Прекрасные белые цветы, жасмин, лилия, ну, все, все хорошо в этом аромате, хорошая цена. Так что, девочки, я рекомендую, если кто-то любит такие яркие бело-цветочные ароматы, которые заполняют собой все пространство, привлекают внимание, это да, это очень крутой аромат. «Лилабо» и «Ланг». Я уже его показывала, «49», безусловный мой фаворит и будет, наверное, фаворитом всего лета. Я влюблена в этот аромат. Ну, посмотрите уже, сколько у меня. Яркий, красивый, насыщенный, страстный, необыкновенный. «Лилабо» нужно пробовать, нужно нюхать, нужно разнашивать, нужно вот прям ходить к ним в корнер. Один день это нанесла, другой день то нанесла, только так, только так, потому что, когда вот из баночки вы это все из бутылки нюхаете, не знаю, не тот эффект. Дальше. «Молочный зуб». «Лейт». «Лейт». «Сэж лютанс». Люблю. Люблю его тоже. Ношу не так часто, как вот предыдущие два, но тем не менее. Аромат очень странный, аромат необычный, его нужно обязательно пробовать на коже, с холодинкой, с такой какой-то моросинкой. Свежесть, притягательность. У меня ностальгия с этим ароматом случилась по школьным годам, по весне, как я ходила по весне в школу, я помню. Ну, в общем, такая в нем, опять-таки, история, машина времени, как, впрочем, во всех практически ароматах от Сэжа Лютанса. Очень я люблю его. Что же, что же, что же, наверное, на этом все. Да. На этом все. Вот такие фавориты. Еще фавориты, если вам интересно, кино. Я сейчас смотрю, вот, наверное, мой фаворит, фаворитистый, самый фаворит, это сериал Мэдмен, Безумцы. Я его не смотрела раньше, и я просто в восторге. Я не знаю, как я так пропустила. Я помню, мы начинали, но вот как-то, не знаю, не пошло. Сейчас я просто наслаждаюсь. Я смотрю его на английском. Это, это потрясающе. Это потрясающе. Мне все нравится. Мне эстетика нравится, мода, стиль, странные отношения. герои все очень разные, красивые женщины, ну, великолепные, великолепные актеры, все очень нравится. Главный персонаж Дрейпер, обожаю. Такой мужик красивый. В общем, посмотрите, если вдруг не видели. И мы вот начали смотреть сериал Обычная женщина с Михалковой Анной. Тоже неплохой, и даже, я бы сказала, довольно-таки неплохой. Первые две серии были прям вау. И вот потом как-то м-м-м-м. И восьмая и девятая серии вау. То есть я бы вот один-два и восемь-девять склеила, остальное все бы выкинула. Ну, это вот мое такое мнение. Но сериал заслуживает внимания, если вдруг хотите посмотреть что-то такое интересное из русского. Ну, и Анастасия, Анна Михалкова, конечно, она хороша женщина. Классная, очень классная. Богемская Рапсодия тоже бесподобная. что вы говорите, Куин, это вообще, это легенды, это, ну, это все. Это жизнь, это смерть, это любовь, это красота, молодость, страсть. Там такой микс. В общем, шикарный фильм. Я очень рада, что так вот, прям такой подарок нам сделали в виде такого фильма. Потому что группа Куин, конечно, это, это что-то из космоса. Я очень люблю Фредди Меркури, и главный актер, который играет его, он бесподобно сыграл. Я бы, дала бы ему Оскара. Ну, надеюсь, ему дадут. Все, теперь точно фавориты все закончились. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао. Пишите ваши фавориты под видео. Я буду читать. Все. Чао. Пока. Пока.